Олег Бучко, автор дубля в составе команды Киев Горстрой. Олег, поздравляю вас с победой. Много сил положили на этот матч. И сразу же вопрос, что вам мешало играть так с начала сезона? Наверное, мы собрались поздно, не было той сыгранности, которая сейчас. И после ничьи с хитом, с лидерами мы стали более уверены в себе, чем были. И будем это доказывать с каждой игрой. То есть мы прибавляем, команда это чувствует, верит, каждый парень верит в себя, в своего партнера. И за счет этого мы уже прибавляем. И, надеюсь, сейчас лидеры не подведут, обыграют наших соперников по выходу из группы. И в шестерке лучших мы будем доказывать то, что там пятое или штое место, которое мы, надеюсь, займем, незакономерно. Скажите, по поводу усиления. У вас сегодня в составе играл Хижняк. Что вы скажете об его игре? Максим очень хорошо влился в коллектив. Он с нами играл в пляжный футбол еще летом. То есть мы знакомы все. И он довольно быстро и очень помог нам сегодня. То есть его игра в обороне сыграла большую роль. Скажите, вы автор дубля, это понятно. Кто еще является основным звеном победы? Я считаю, что вся команда сегодня молодцы. Даже те, кто пришли нас поддержать, тоже большое спасибо. Потому что сегодня был дух команды и бой. То есть тут некого выделять. Играли все. Скажите, что о сопернике можете по сегодняшней игре сказать? Соперник очень хороший. Очень хорошо играет в футзал, старается низом. Это довольно непривычно для бизнес-лиги. Здесь больше борьбы и игры верхом. А они стараются разрезать и через центр. И было очень сложно с ними бороться. То есть, слава богу, справились. Все удачно. Кого бы вы отметили у соперника? Наверное, Мельник Сергея хорошо цепляется на столба. То есть, во втором тайме задача была перекрыть его. То есть, чтобы эти разрезные передачи не проходили на него. И он все сбрасывал. Цеплялся хорошо. С немалой долей вероятности вы все-таки окажетесь в шестерке. И скажите, какие дальше задачи, какие цели? Наша цель – это выйти в финал. Ставим самые высокие цели. А как получится, будем смотреть дальше уже. Олег, у вас, несмотря на молодой возраст, довольно длинный путь в футболе уже есть. Школа «Динамо», если я не ошибаюсь. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали, где воспитывались? Начинал я в оболоне смена. Потом мы перебазировались в Юж-19. Но в лет 12 пришлось перейти к деревинскому, Олегу, в Евробись. Там мы уже играли на Украину. И всегда были в пятерке лучших команд Украины. А вы были одним из лучших бомбардиров, насколько я знаю. Ну да, да. Забивал нормально. А потом уже после выпуска упал в «Динамо-3», там, где была травма небольшая. Пришлось вот попасть в футзал. И уже свой путь в футзале продолжаем. Ну, а в футзале вы не рассказываете. Вы все-таки игрок молодежной сборной. Да. Но выступал за молодежную. То есть много турниров, игр было. С интересными соперниками. То есть это всегда очень приятно, когда ты играешь за свою сборную. То есть это совсем другое. Ты, когда выходишь на поле, чувствуешь эмоции, которые тебя переполняют. И дай бог каждому, кто занимается из-за молодежи с футболом, это испытать, это чувство. Потому что это незабываемо. Из-за этого нужно играть в футбол. Ясненько. Олег, скажите еще об организации. Уровень бизнес-лиги по организации уступает уровню высшей лиги, на ваш взгляд? Я считаю, что ничем не уступает. Потому что все очень хорошо обновляется в интернете. Может, не хватает только онлайн-матчей и все. То есть это единственное. А так все остальное даже выше уровня. Потому что в Киеве все, кто играет в футбол, все знают. И все в курсе всегда событий в бизнес-лиге. То есть это приятно. А в премьер-лиге футзальной сейчас, мне кажется, спад. То есть нужно что-то менять. Мало людей интересуется. То есть аматорский футбол более обещается, чем профессиональный. Олег, желаю вашей команде достичь максимальных высот в финале. Вы сегодня показали хороший матч. Счастливой игры.